Ребят, всем доброе утро! Знаете, мы еще никогда в 9.18 не уезжали в парк домой так рано. Ну, нас прям официально отправили домой. Знаете, почему? Потому что у нас пары сегодня не будет. А у нас в заменах, прикиньте, это не поставили. И мы приехали, у нас просто новый преподаватель пропустить пару в любом случае, первую как-то некрасиво. Поэтому даже если мы проспали, мы приехали. Одногруппница ждала все эти 20 минут от аудитории. Потом мы приехали и уже начали спрашивать у нашего завотделения. Он позвонил и уточнил, что пары, оказывается, не будет, а ее не поставили. В общем, доброе утро. Едем мы домой. Дальше валимся в кроватку и будем лежать. Прикиньте, мы могли сегодня отдыхать, спать. Спрашиваем, как всегда. Ну да. Это же надо такое. Ну как можно не поставить замену? Что такое вот это делает? Представляете? Ой, прям обидно как-то. Да? Ну да ладно. Господи, а какое дурацкое задание написать бизнес-план и уложиться в 10 тысяч рублей. Ну почему же не дать нам больше денег? Но 10 тысяч это очень мало и сложно придумать бизнес-план. Но ничего, я выкрутилась из ситуации. Сейчас начинаю писать бизнес-идею. Но я очень не доводна, потому что это очень маненькая. И вообще было бы круто, если бы было возможно написать на нормальную сумму бизнес-план. Тогда у меня есть шикарная идея. Я бы очень шикарную идею написала. Я просто, я очень сильно расстроена по этому поводу. Очень-очень расстроена. Представляете? Даже надо так расстроить. Чего ужас просто. Ну да ладно. Будем сейчас делать самбургеры на обед, потому что я не успею сделать ничего нормального. Беточки уже чуть-чуть. Вот надоели, завтра поедем какой-то фарш. И я приготовлю котлетки. Но на ужин я даже не знаю, что будет. Надарлю беточки. Ну посмотрим, может быть я больше приготовлю. Потому что у меня в принципе все есть для борща. У меня мясо есть. Короче, у меня все есть для борща. Было бы только желание, и я бы приготовила бы. Очень надеюсь, что я сделаю бизнес-план до вечера. И смогу опять приготовить борщ. Так, что вот такие вот дела. Мы, короче, приехали когда домой. А, мы еще заехали в эпицентр. В эпицентре купили Андрея Молодцова. Молодок, потому что Андрей оставил, молоток сломался еще летом. А когда ему надо что-то забить, у него нет молотка. Поэтому, короче, решили заехать и купить этот молоток. А еще. Еще. Мы потом приехали домой. Я включила новый канал. По новому каналу шли отчаянные домохозяйки. И я, короче, езжала, что у меня смотрела. А сейчас поехал по делам. Приедет. Сейчас уже будет как раз уже готов обед. Так что, и тогда даже варить еще что-то. Так что, вот такие вот у нас делали. Вот такая вот колбаса. Очень интересная. Какая-то идея, которая там не прибыла. Интересная, которая там не интересная, которая там еще будет прибыльная при этом. Это вообще сколько всего нужно написать. Это прям вот аж бесит. Поэтому мне очень нужно стать бизнес-паком. Так что, вот такие вот у нас дела. Если вы думали, что все легко, то нефига, но не легко. Хотя на четвертом курсе прикольно. Я думаю, будет намного прикольно уже когда закончится кольщик. Я уже жду это время, прям в предвкушении. Я сначала подготавливаю бургеры наши, ну то есть сами булочки. Туда наношу все средства, которые надо нанести. Кольщик, там кетчуп, это просто подсушительный, ворчица, соус. Вкусно и не вкусно. Сейчас, калактимся со соусом, может быть, потому что. И потом мне надо сейчас нарезать сырок. Нарезать сырок надо сразу и положить туда, пусть сырок тоже немножко напитается соусом. Потом сыр очень пустый получился. Поэтому я сейчас размораживаю котлетки. Буду жарить. А булочки, пока я буду жарить, буду пробить. Вот у меня есть еще такая вот американская ярчика. Я добавляю эту, которую мы купили в Польше. И добавляю эту. И это прям будет бомбически вкусно. Но очень вредно. Очень вредно. Прям максимально. Очень вкусно. Это свободное. В общем, мы пообедали. Это все было очень-очень вкусно. И я сейчас продолжаю делать этот бизнес-план дурацкий. Я его уже немножко вот еще не писала. Потому что я с вами заканчивала вот здесь вот где-то. А вот я дальше подописывала немножко. Так что супер. Ну, это, кстати, нормальный бизнес-план. И у Андрея есть идеи, и у меня есть идеи. И она очень даже хорошая идея. И по бюджету нам подходит. И прибыльная. Ну, да. Да. Так что мы занимаемся уроками. Что-то на завтра надо. Если типа что-то... Ну, мы должны принести, показать. И нам должны утвердить, чтобы мы уже прям его напечатали, оформили правильно. Или же, если что, еще доработать его. И уже с доработанным материалом распечатать его. Так что, да, вот такие вот дела. Скажите, пожалуйста, что сегодня не так? Вы понимаете, что я делала вот это просто зря? Этот бизнес-план сегодня? Нет, потому что завтра у нас замена. Это пара. Хорошо, что нас предупредили. Потому что сейчас бы приехал Андрей и тоже бы его делал. А мы тут, короче, валюхаемся в кровати. Андрей пошел нам... Он уже даже успел поспать со мной здесь. Сейчас только 11.30. Мы будем сейчас, возможно, смотреть фильм какой-то или еще что-то придумаем, чем займемся. И он нам сейчас нарезает всякую вкуснятинку. И мы откроем шампанское, которое мы еще не пробовали. И сегодня мы попробуем. Так что, вот такой вот у нас романтик. Мы решили завтра не идти в колледж, потому что пару отменили. Одно, а вторая... Ну, все остальные пары, которые есть, они в очень холодной аудитории. Там сейчас окна меняют. Поэтому нас ставят в другую аудиторию. Но все равно в подвальной зоне очень холодно сидеть. Поэтому мы, короче, решили завтра не идти. Я надеюсь, это преподаватель не посмотрит. Так что, вот такие вот у нас дела. Ну, это, может, и хорошо. Я начну делать английский, доделаю хорошо бизнес-план. Андрей сделает английский, сделает свой бизнес-план. Ну, это не еще прям завтра, но три дня. Плюс отдохнуть побольше. Это нам просто бонус за то, что мы сегодня, типа, приехали на пару, и их не было. Так что, вот такие вот дела. Я параллельно нашла в инстаграмчик. И сижу в инстаграмчике. И, боже, уже скоро Новый год. Кира уже написала письмо себе на День Святого Николая. Так что мы 1 декабря его положим в почтовые ящики, отправим. Андрей тоже написал письмо Святому Николаю. Я тоже написала письмо Святому Николаю. И уже скоро на новогодние праздники будем готовиться. Это значит покупать всем подарочки. Прям очень-очень круто. Я такое очень сильно обожаю. А больше всего я обожаю это, как Кира реагирует на эти подарки, когда она находит их под елкой, когда она пишет письмо, и Дед Мороз ей потом приносит это. Про то, как она на Святого Николая с каким настроем писала письмо. Прямо это было очень круто. Так что вот такие вот у нас дела. Но, правда, в этом есть свои минусы еще. Знаете, какие сессии? Я как бы конец этого семестра. Следующий семестр начинается с подготовки к курсовой, написании курсовой. Потом практика, потом что-то еще, и потом дипломная работа. Потому что у нас не госэкзамены, а мы будем защищать свою дипломную работу. Надо писать свою дипломную. Тем у нас для дипломных нет, у нас только еле курсовые насобирались. Ну, у нас курсовые с Андреем очень прикольные. Ну, там темы именно хорошие, то есть легкие. Легкие для запоминания, и много информации можно найти по этим темам. А вот насчет дипломной я очень сильно волнуюсь. Ну, насчет курсовой тоже волнуюсь. Потому что мы будем сдавать у нашего куратора, защищать. А у нее защитить, сдать экзамен, это просто, ну, Андреем. Особенно на пятерку, это вообще, типа, из области фантастики и недоступности. Например, у меня, если есть четверки в дипломе, в... Ну, да, потом в диплом, когда мне выдадут. У меня, если есть четверки, это только в основном все четверки у куратора. Потому что одна четверка не у куратора. Так что, да. Так что, да, мы у нее и курсовую защищаем, и дипломную. Но я очень рада, потому что, на самом деле, она очень хорошая преподаватель, и мы ее любим. И это прикольно у нее это писать. Так что, ну, интересно. Это не так уж и легко, поэтому это еще более как-то, ну, на цель ставит. Потому что надо подготовиться качественно. Короче, я уже долго говорю, потому что я жду, пока Андрей там все это сделает. Мы еще хамончик будем. Сырочек, это просто вот кайф. Я так мечтала про хамончик и про сырочек мечтала. Сложно передать. Только давай так, чтобы эта, вся постель была хорошо. Хорошо. Придерживай, пожалуйста. Скажешь, когда ты прям вот открывать будешь? Угу. Да-да, хорошо. Давай, сейчас. Она сама открылась. Ай, всем приятного аппетита. Представляешь, она сама открылась. Угу. Прекрати, ты что делаешь? Мы, короче, смотрели, посмотрели интервью Роми Ной. Теперь смотрим... Роми Ной. Ной, 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 Ной. Ной, Ной, Ной. Короче, сейчас досматриваем интервью Насте Ивлеевой. Будем ложиться спать, поэтому всем спасибо за просмотр. У меня закрываются глаза. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И мы вас любим очень-очень. Всем спокойной ночи. Ну чё, у меня их? Ммм. Субтитры сделал DimaTorzok